Привет, я Маша. Сегодня поговорим об оставшейся части моего книжного шкафа. Итак, начнем с такого полууголка Гарри Поттера. Такой растений с языки, фигурка Гермионы, тоже с Алиэкспресс. Это письмо, которое мне прислала Сэм в своей посылке. Я у него выиграла книжку, и она мне положила помимо книжки еще кучу всяких приятностей. И вот к той большой коробке было приложено письмо. И также тут стоит такая вот закладка, но как закладку ее достаточно сложно использовать. Она шла в подарок к боксу книг Гарри Поттера, которые я заказывала в Инстаграме. Это невероятно прекрасное подарочное издание Гарри Поттера и первой его части. И вот именно перечитывала я Гарри Поттера первую часть как раз-таки на английском языке. Здесь у нас находится Гюстав Флабер, госпожа Бавари. Также тут есть еще и другие его произведения, а именно Саламба. Читала эту книгу очень давно, и вот хочу как-нибудь перечитать хотя бы одно из этих произведений. Ну и Фрэнсис Скотт Фиджеральд, Великий Гэтсби. Также тут есть еще одно произведение, а именно по эту сторону рая. Тоже хочу хотя бы одно из них перечитать как-нибудь, потому что ровным счетом ничего не помню. Здесь у меня такая небольшая коллекция слонов собрана. В какой-то момент я решила, что их буду коллекционировать. Потом, естественно, все это сошло на нет. Вот этого слоника я привезла из Абхазии. Очередная свечка из Икеи и очередной растений из Икеи. Также такой вот национальный арт прислала опять же Сэм. Я решила поставить на полочку. И сверху тут примастился очередной искусственный букет с Алиэкспресс. Тот самый, который ехал два месяца. Стоит ли подробнее рассказывать? Вот про этот угол я даже не знаю. По-моему, так все понятно. На самом верху здесь Сабата Хирургалек в пепле. Это та самая книга, которую я выиграла у Сэм. Ну и пошел Гарри Поттер, естественно, пиратский. Потому что нет никаких резервных хранилищ, на которых хранится весь Гарри Поттер. Именно вот того издания, все, что сейчас есть на рынке, это все пиратские версии. Здесь у нас идет философский камень. Гарри Поттер и тайная комната. Гарри Поттер и кубок огня. Гарри Поттер и узник Аскобана. Гарри Поттер и орден Феникса. Гарри Поттер и принц полукровка. И последняя часть. Гарри Поттер и дары смерти. Перемещаемся теперь вот на этот центральный блок. Здесь у меня стоит Джоан Харрис. Шоколад. Я так и не читала продолжение. Не знаю, если честно, когда буду. Также тут притаится Дэниел Кис. Цветы для Элджернона. Далее идет сборник трагедии от Уильяма Шекспира. Таромео Джульетта. Гамлет Принцдацкий. Отелло. Король Лир. Макбет. Антони Клеопатра. И также тут есть комментарии. Еще одна невероятно красивая серия Сомерсета Мойма. Но, к сожалению, вот в этом издании очень много опечаток. Плохая редактура практически у каждой книги. И на определенную книгу, я уже не помню, какую именно, я даже писала гневное письмо в издательство с просьбой внимательнее смотреть за тем, что они издают. Здесь у меня стоит Герой. Луна и грош. Узорный покров. Театр. Пироги и пиво или скелет в шкафу. Очень тоненькое произведение. Дальше вот эта книжная серия, которая стоит, блин, как квартира. Это Александр Дюмасын «Дама с камелиями». Книга, которая, ну, мне, скажем прямо, не понравилась, потому что она очень скучная и казалось бы ни о чем. А вот «Тайна леди Одли» от Мэри Элизабет Брэдден мне очень сильно понравилась. Причем об этой книге я узнала в книге Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка». Какой вот невероятный кирпич. Книга мне понравилась на тот момент, когда я ее читала, но вот продолжение читать не собираюсь. Во-первых, потому что, ну, для начала надо перечитывать эту книгу, а это не самое приятное занятие, потому что просто миллиард страниц. И, во-вторых, я слышала много отрицательных отзывов касательно продолжения, из чего я сделала вывод, что нет, не буду. Оставлю те воспоминания, которые вот у меня есть на этапе прочтения первой книги. Перемещаемся вот сюда в уголок. Здесь у меня стоит «The Last Wild» от Перстордой. Эту книгу я купила на Мальте. «Мифы и легенды народов мира». Конкретно в этой книге собраны легенды Америки, Австралии и Океании. У меня дома у родителей лежит целый сборник вот таких книг, целый бокс. Я помню, этот бокс заказывали еще по какому-то каталогу, когда они еще были много-много лет назад. Но я вот решила взять для себя самое интересное. Правда, когда я прочитаю хотя бы одну легенду отсюда, я не знаю. И дальше идет издание, которое мне просто невероятно нравится, книжная серия, вернее. Это Ребекка Дафна Дюмарье и Харпер Ли «Убить пересмешника». Здесь у нас стоит также «Харуки мураками. Убийство командора», который я еще пока не читала. Эти книги я брала в фикс-прайсе. Они намного хуже по качеству бумаги, качеству печати. Но, тем не менее, они стоят всего 200 рублей, поэтому почему нет? Мы переходим к стопочке, которая вам целиком даже не видна. Сверху здесь примастилась такая малютка, которая является продолжением книги, которую вы уже видели выше. Это «Экспинумбра 1969». Далее Салли Руни «Нормальные люди». Дальше тут идет Бернард Корнуэлл и его произведение «Азинкур», которое я читала на книжных выходных. Дальше тут идет сборник произведений «Айн Рэнд». Сверху лежит источник, которого я еще не читала в двух частях. «Атлант расправил плечи». Вот по поводу «Атланта» могу сказать, что необходимо читать, если вы уже начали читать подряд все три части, не разделяя их, потому что в противном случае вы можете потерять очень важные идеи, которые автор в эти книги закладывала. И далее идет коллекция произведений Кена Фоллета. Вот зачем так делать? Зачем так делать? Ну что же все нормально? Слева направо как бы, да? Зачем вот это? Для чего? «Угольное ушко», «Обратный отчет», «Зима мира». Эту вот книгу я до сих пор не прочитала. Она все ждет своего часа. И одна из моих самых любимых вообще книг ever – это «Столпы земли», которые я рекомендую вообще всем. На самом деле у нее тоже есть продолжение, это, по-моему, трилогия, но я не читала и не знаю, как я смогу найти где-нибудь экземпляр. Это статуэтка, привезенная из Фрайбурга. Это свечка из Хоффа. Опять же, веточка хлопка из Фикс Прайса. Такой вот самурай, привезенный из Японии. И открытка. Такая вот маска, привезенная из Италии. Все, теперь непосредственно можно приступить к книгам. Здесь у меня и сверху, и снизу лежит тире «Интеллектуальный бестселлер». Просто это в маленьком формате, это в большом, который сейчас днем с огнем не сыщешь, там мало произведений сейчас переиздается. Во-первых, это «Рэгтайм» «Над пропастью воржи», который я читала уже очень-очень давно, я хотела бы перечитать, потому что, когда читала вот лет 6 назад, она мне, ну, не очень нравилась, если честно. Идет собрание книг из серии «Шопоголик». «Шопоголик» Тани Мир Шопоголика, «Шопоголик и сестра», «Шопоголик на Манхэттене», «Шопоголик и брачные узы». Помню, что у меня был очень интересен фильм. Я его смотрела несколько раз и решила, почему бы нет, почему бы не продолжить свое знакомство уже с книгами. Меня эта серия невероятно увлекла, возможно, я как-нибудь даже ее перечитаю. От нее избавляться ни за что не буду, потому что она у меня ассоциируется с очень такими приятными моментами жизни. «Рассказ служанки» и «Джон Фаулс коллекционер». И здесь боку стоит «Доброй ночи, мистер Холмс» от Ирэн Адлер. Эту книгу я взяла рублей за 70 в бакинистическом магазине, просто решила, почему бы нет, раз она стоит так дешево. Не знаю, насколько мне понравится она, учитывая, что тут опять идет вот эта игра Шерлоком и Холмсом, которые часто присутствуют в книгах, просто чтобы отдать дань уважения. И книга «Вызовите акушерку» от Дженнифер Уорф. Сбоку самая интересная для меня серия, которую я просто невероятно люблю, про «Флайфью де Льюз» от Алана Брэдли. Сверху здесь лежит Питер Акрейт и его произведение «Голем», который имеет также несколько других названий. Об этой книге я рассказывала в марафоне «24 часа чтения». «Три чашки чая» от Грегори Мортинсона, еще одного автора. Снова Джон Фаулс, на этот раз куколка. Я вещаю из гробницы. Копченая селедка без горчицы. Сладость на корочке пирога. Сорняк, обивший сумку палача. В просто невероятном прекрасном издании. Ой, я от призраков больна. Здесь мертвецы под сводом спят. Сэндвич с пеплом и фазаном. Трижды пестрый кот неукнул. В могиле не опасен суд молвы. И заключительная часть, которая вышла не так давно, это «Красавицы мертвых» и «Локоны золотые». Переходим к центральной части. Здесь у меня стоит Робин Хобб, которую я так еще даже не начала читать. Хотя планировала. Это третья книга «Странствия убийцы». Надо поменять их местами. И книга 1 и 2. «Ученик убийцы и королевский убийца». Вот он, тот самый уже упомянутый Дэниел Кис. «Таинственная история Билли Миллигана». «Пятая салли». И вот в таком черном оформлении «Прикосновение». Агата Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Джанатан Коу номер 11. На самом деле, вот эта книга мне не очень понравилась, когда я ее читала. Хочу либо ее перечитать, либо дополнить ее «Домом снов». По-моему, так называется, которая стала очень популярной, известной. Сейчас ее многие обсуждают. Ну, короче, хочу расширить знакомство с автором. И вот они, те самые книги, которые мне жалко оставлять и жалко отдавать. От Лорен Вайсбергер «Игра на вылет». На самом деле, перечитывать ее никогда не буду. Я не знаю, зачем я эти книги держу на полках. Но, блин, они красивые. «Дьявол носит Прада» и «Месть носит Прада». Тут сбоку у меня стоит Анна Джейн, ее поклонник. Книга, которая мне очень неожиданно понравилась. Я ее читала в формате, меня заставили это читать. Книга, которую я до сих пор не прочитала. Это «Содзи Симада» от «Акийский зодиак». Книга, которую я сначала прослушала, а потом решила купить вот в таком бумажном варианте, потому что хочу ее перечитать, причем в очень скором времени. Это «Город женщин» Элизабет Гилберт. Еще одна книга, до которой я все никак не дойду, это «Адам Уильямс. Творец райских наслаждений». Я серьезно постоянно об этой книге думаю, я вот ее уже сейчас хочу перечитать. А тут мне секундочку страниц, ну где-то 1200-1300. Нужные вещи. Вот я ее держу на полках, хотя она мне на самом деле не очень понравилась, просто из-за того, во что превратилась эта книга во второй ее части. Мне не очень понравилась вот эта игра в противоестественное, сверхъестественное. И «Одиннадцать двадцать два шестьдесят три» мне невероятно понравилась. Я вот уже хочу ее тоже перечитать. «Королевская кровь» очень тупо, но я до сих пор ее даже не начала читать. У меня уже пять частей собрано. Просто доверие к автору есть. Ее так распиарили, что я решила, я просто буду собирать, и в какой-то момент, когда прям вот захочется мне чего-то подобного, я ее начну читать. Это «Сорванный венец», первая часть. «Скрытое пламя», «Проклятый трон», «Связанные судьбы» и «Медвежье солнце». Так, самая неудобная, самая труднодоступная полка. Здесь у меня в основном графические романы, но и парочка каких-то неформатных книг, которые не подошли так или иначе на другие полки. Какая-то пахучка, я уже даже не помню откуда. «Атакан с Бургер Кингом» — это просто святое с Риком и Морти. Фигурка опять же с Алиэкспресс, «Харли Куин». И снова вспоминая Сэм, это арт по Симпсонам. С краю у меня стоит книга вот с таким необычным оформлением «Феномен Зара». Здесь в самом верху у меня лежит «Глуховский». Не по порядку, но все это связано с оформлением. Это «Метро 2034», «Метро 2033» и заключительная часть «Метро 2035». 500-килограммовый томик «Ходячих мертвецов» и 500-килограммовый томик второй. Также здесь лежит «Рика Морти». Я хочу как-нибудь расширить свою коллекцию этих графических романов. Купить артбук, возможно. Еще один томик. Я не помню точно, какая из этих книг является первая, какая второй. Также тут примастились два томика «Прелести», но я продолжать собирать не буду. И два томика сказок, которые я тоже не знаю, буду ли продолжать собирать, потому что на все это очень-очень дорого. Теперь обратимся к вот этому блоку. Здесь одну книгу я уже достала, это «Бэтмен проклятый». Далее просто невероятной красоты книга, это «Мария Антуанетта. Тайный дневник королевы» от Бенджамина Лакомба. Очень страшная энциклопедия призраков. «Бэтмен» энциклопедия. На самом деле, вот эту книгу я хочу занхолить, потому что я не буду ее читать, она мне не нужна. Было так сложно ее найти, и это были такие приключения. Просто мы с Сашей ездили в определенное место для того, чтобы ее взять. И вот сейчас, прочитав, я не знаю, сколько страниц, я все. Я вот на 29-й странице остановилась, у меня тут закладочка лежит. Все, все, я остановилась, я больше не хочу. Я знаю, что я не буду это читать. Мне было интересно узнать какие-то истоки, которые я, собственно, на этих 29-ти страницах как раз-таки и узнала. А все, дальше я читать больше не хочу. Тут очень много подробностей касательно каждого выходящего выпуска комиксов, который был. Ну, все, все. Если у вас появился интерес к этой книге, то можете смело обращаться. «Женщины, которых боготворят». Тут достаточно интересный список. Здесь есть и Куко Шанель, и Мерлен Дитрих, и Мерлин Монро, и Удри Хеберн, и Анжелина Джули даже есть. Ну, короче, список интересный. «Всемирная история пыток». Эту книгу я еще не читала, потому что не так давно была в Питере, в музее пыток, и там были все эти приспособления. Поэтому я хочу выждать какое-то время, уже потом познакомиться с этой книгой. Я думаю, мне будет очень интересно начать читать в канун Хэллоуина, например, ну и, в принципе, осенью. «25 историй серийных убийц». Об этой книге я тоже рассказывала, по-моему, в первом прочитанном. Она дает такие шапочные сведения о совершивших преступления людях, некоторые этапы их развития, биографии, какие-то особенности их детства. Как правило, сложно в спойлер. Здесь, в краю, у меня на самом верху лежит Клэр Морле «Взгляд». Такая подростковая антиутопия, которую я запланировала на прочтение вот на лето, но не знаю, доберусь ли я до нее или нет. Просто хочу сравнить свои впечатления и понять, нужна ли она мне на книжных полках, потому что читала уже очень-очень давно. «Симпсоны». Вся правда и неправда о сериале. Даже не начала еще читать, хотя так ее хотела, так за ней гоналась. Снова «Симпсоны». Этой книги, по-моему, сейчас уже нет в наличии, я ее покупала очень-очень давно. «Симпсоны. Их математические секреты». Не очень интересная, скажем, прямо для гуманитария книга. Но как дань уважения опять-таки Симпсонам и такое фанатское издание, эта книга меня очень порадовала. «Сашина книга. Вопреки путь к победе». Опять «Сашина книга. Шварценеггер. Автобиография. Таинственный сад Фрэнсис Бёрн». На самом деле, в этой книге сейчас очень много красивых изданий, но вот эта мне нравится больше всего. «Аббатство Даунтан» за кулисами сериала. Это моя дань уважения соответствующему сериалу. Я его как-нибудь хочу пересмотреть, потому что, ну, это, блин, невероятный сериал. Он мне так понравился. Снова дань уважения на этот раз «Твин Пиксу». На самом деле, третий сезон «Твин Пикса» мне не понравился совсем. Вот первые два, в особенности первые, меня, конечно, покорили в хорошем смысле этого слова. Книга очень интересна, здесь интерактивно оформлена. И что самое интересное было для меня, так это то, что большинство информации, которая тут написана, она имеет отношение к реальности. То есть есть какие-то реальные исторические личности, реальные события, которые было интересно перепроверять. И какое уже было мое удивление, когда многое из этого действительно оказывалось правдой. Ну и дальше идут пять томиков Симпсонов. Ну и тут осталось совсем немного. Во-первых, это графический роман Милы Геймана «Смерть», который я брала в Дубае в большом книжном магазине. Рецепты всеразличных коктейлей. Снова Симпсона, но на этот раз не только. Здесь еще есть и «Футурама», это кризис кроссоверов. И нашумевший Саймон Столлинхаг «Электрический штат». Вот у Столлинхага просто невероятные иллюстрации, конечно. Я не знаю, как их еще можно назвать, кроме как шедеврами. Но стоят его книги невероятно дорого, и многие отмечают, что сюжета как такового в книге-то по сути и нет. И книга не дает ничего с точки зрения именно книги. То есть визуально она, конечно, невероятная и прекрасная, но вот с точки зрения того, что она дает вам как художественное произведение литературное, то, ну, такое. Ну вот, как-то так все получилось. Спасибо вам большое за просмотр. Мы с вами обязательно скоро увидимся. Продолжение следует...